Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь-24. С главными событиями этого дня познакомлю вас я, Глеб Полянский. А теперь к основным темам выпуска. С 1 января в Барнауле изменится стоимость проезда в общественном транспорте с 28 до 30 рублей. Об этом сообщили на заседании Координационного совета по ценообразованию. Произошел рост цен на топливо, на материалы, на запасные части. В Барнаульском парке «Юбилейный» орудуют вандалы, утверждают жители близлежащих домов. Мы выяснили, кто должен следить там за порядком и при чем здесь теория разбитых окон. Вот вырвали урну. Вырвали с корнем практически. Она была забетонирована в плитку. Поэтому вандализм не закончился с началом реконструкции юбилейного парка. 19 детей из Славяно-Сербского района, которые были на оздоровлении в санатории Белокурихе в Алтайском крае, вернулись домой. Алтайский край все эти полгода помогал детям Славяно-Сербского района проходить оздоровление в Российской Федерации, в том числе в Алтайском крае. Поэтому, я думаю, такая практика будет продолжаться. С 1 января в Барнауле изменится стоимость проезда в общественном транспорте с 28 до 30 рублей. Об этом сообщили на заседании Координационного совета по ценообразованию. Напомню, ранее перевозчики заявили, что оптимальная стоимость за поездку от 45 до 60 рублей. Аргументировали это высокими ценами на топливо и запчасти для транспорта. Однако власти предложили увеличить ее лишь до 30 при оплате наличными или банковской картой. Теперь с 1 января стоимость поездки по единому проездному составит 24 рубля, а по электронному кошельку 26. Школьникам и студентам, а также пенсионерам придется заплатить за билет от 9 до 16 рублей. В краевой столице 21 автобусный маршрут, который работает на пригородных направлениях. Для людей, которые пользуются ими, у властей приятная новость. По поручению главы были убраны тарифные участки для пригорода. И теперь люди, которые платили и до 60 рублей дополнительно, да, они будут платить по общей системе городских тарифов. Это очень важное решение. Это дополнительное вливание из бюджета для компенсации перевозчиков. Но, в принципе, люди уравнены в своих правах. И теперь с отдаленных как раз пригородов центрального района могут добираться до города по той же цене. А что с проездными? Льготы для отдельных категорий граждан по социальным и транспортным картам сохранят. Так, проездной для пенсионеров на 40 поездок обойдется, как и раньше, в 650 рублей, а безлимитный в 900. Для школьников из малообеспеченных семей 450 рублей. Безлимитная карта для студентов – 700. Главу одного из крестьянско-фермерских хозяйств Кытмановского района судят в Алтайском крае. Его обвиняют в нарушении правил охраны труда, в результате которых погиб сотрудник предприятия. Как сообщают в региональном следственном комитете, он допустил к работе мужчину, не имеющего удостоверения тракториста-машиниста категории F на неисправный комбайн. Во время уборки машина сломалась. Рабочий не заглушил двигатель и стал устранять неисправность в жатке комбайна. Его затянуло во вращающийся вал. От полученных травм мужчина скончался на месте. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Отмечу, что главу сельхозпредприятия судят по части 2 статьи 143 Уголовного кодекса. Максимальная санкция – лишение свободы на 4 года. В Барнольском парке «Юбилейный» орудуют вандалы, утверждают жители близлежащих домов. Даже намертво забетонированная мусорная урна пострадала, ее буквально вырвали из земли. Зеленую зону благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда». Вот только нет ответственного за поддержание порядка. Тему продолжит Анастасия Меньшакова. Смех детей, грохот аттракционов и танцевальная музыка не стихали здесь 40 лет назад. Барнольский парк «Юбилейный» был основан в 1969 году посреди нового жилого района. Поток достроили. Ближние черемушки были в процессе. Горожане получили обустроенное место для отдыха, но следом за Советским Союзом развалился и «Юбилейный». Аттракционы растащили на металлолом. Колесо обозрения демонтировали. Содержать парк не на что, говорили власти. В середине нулевых здесь обосновались преступники. Двое подростков жили в зарослях в шалаше и нападали на одиноких девушек. Больше десятка грабежей и разбоев, пять изнасилований и три убийства. Подростки получили по 10 лет колонии, а за «Юбилейным» закрепилась дурная репутация. Горожане стали обходить парк стороной. Здесь и сейчас местами жутковато. Не все потеряно, считают в общественном совете парка «Юбилейный». Активисты год за годом привлекали внимание к зеленой зоне. В прошлом году парк попал в нацпроект «Жилье и городская среда». Я очень рада, что парк возрождается и снова становится таким живым и красивым, каким его помнят жители этого микрорайона и вообще города Барнаула. Я родилась возле этого парка и жила все с детства здесь. Мы здесь гуляли с друзьями. Настолько это было безопасное и хорошее место. Город получил 82 миллиона рублей на реконструкцию парка. Уже заасфальтирована центральная аллея, установлено освещение и обновлена входная группа. Но не всем это по нраву. Вот эта вся грязь, которая на стелле, она появилась где-то месяца полтора назад. Дети, маленькие дети, играли, катались на велосипеде, потом взяли и ноги здесь чистили. Но потом с ними провели профилактическую беседу, собственно говоря, и они вот центральную часть вот здесь, они отмыли. А эту не успели отмыть. Вот там они поверху бегали, если камера сможет докинуться, там видно. Ну, больше как бы это не повторяется. Но загрязнение стеллы – детские шалости по сравнению с тем, что делают взрослые. Вырвали урну, вырвали с корнем практически, она была забетонирована в плитку. Поэтому вандализм не закончился с началом реконструкции юбилейного парка. А в середине ноября автомобилист заехал в юбилейный и сбил опору для уличного освещения. Городская администрация пообещала – восстановят. Столб уже вернули на место. Нарушителя тоже ищут. 13 камер видеонаблюдения работают в парке. Записи передаются в отдел полиции Ленинского района. У нас решается все очень просто. Через социальные сети мы получаем информацию о том, что произошел какой-то акт вандализма. Дальше мы советом отправляем запрос либо в администрацию, либо в комитет. И тогда уже мы получаем через какое-то время ответ, что сделано, не сделано, что можно сделать. Но это очень долго. И вы понимаете, что чем больше актов вандализма присутствует, тем больше желания у людей продолжить. Сейчас у юбилейного нет хозяина. Зеленая зона на неразграниченной государственной земле. Текущим содержанием на постоянной основе не занимаются. В такой же ситуации был парк Изумрудный. Общественность озаботилась этой проблемой. Разработали на общественных началах концепцию парка. Эту концепцию увидел губернатор и первые лица края. Одобрили, сказали, да, давайте так делать. Барнаульский Чернобыль за несколько лет стал современной площадкой для отдыха в Экостиле. Ее содержание поручили фонду имущества Алтайского края. Это 20 миллионов рублей, не считая вложений в реконструкцию парка. Мы работаем на самом деле договора о безвозмездном пользовании этим участком земельным. Причем именно в целях развития общественного пространства нам выделяются средства на содержание этой территории. А параллельно выделяются средства краевым бюджетом и городским бюджетом на реконструкцию парка. Но главное, что мы отрабатываем технологии и возрождения парка, и проектирования, и обслуживания парка, которые потом могут быть масштабированы и на других подобных объектах. Возможно, и юбилейный может обрести хозяина по договору безвозмездного пользования и получить средства на содержание из регионального бюджета. Так ли это, мы узнали в Управлении имущественных отношений Алтайского края. Вопрос будет рассмотрен после реализации в 2023 году проекта по благоустройству парка Изумрудный, поскольку на эти цели предусмотрены значительные расходные обязательства Алтайского края. Если окно в доме разбито, прохожие решат, что всем наплевать, и разобьют другие. Это теория разбитых окон авторства американских социологов. Она гласит, преступность – это результат отсутствия порядка. Юбилейный мог стать подтверждением теории, но вокруг него собралось сильное общественное движение, и власти его поддержали. А вопрос появления у парка хозяина – дело времени. Анастасия Меншакова, Сергей Седых. Новости. Союз армян Алтайского края начал сбор гуманитарной помощи для мобилизованных солдат. Первые средства на покупку инвентаря они собрали на благотворительном концерте. В посылках необходимые для солдат вещи – балаклавы, тактические сидушки, белые маск-халаты, водоотталкивающие дождевики и рюкзаки. Эту партию гуманитарной помощи отправят уже в ближайшее время. Сейчас инициаторы планируют увеличить количество инвентаря. Это особенно важно для нашего многонационального российского государства, где бок о бок проживают представители более 194 национальностей, сохраняя свои культуры, свои традиции, живут в добрососедстве, дружелюбии. Вот, что они едины. То есть все народы должны объединяться, должны быть едины, чтобы мы победили в это непростое время. 19 детей из Славяно-Сербского района, которые были на оздоровлении в санатории Белокурихе в Алтайском крае, вернулись домой. Путевки им были предоставлены благодаря личному участию депутата Государственной думы Даниила Бессарабова. На малой родине детей встретили родные, близкие и представители нашего региона. Алтайский край все эти полгода помогал детям Славяно-Сербского района проходить оздоровление в Российской Федерации, в том числе в Алтайском крае. Поэтому, я думаю, такая практика будет продолжаться. С детьми и их родителями также пообщался глава администрации Славяно-Сербского района Сергей Крамаренко. Дети в Алтайском санатории прошли полное медицинское обследование, приняли различные оздоровительные процедуры и курсы массажа. Спасибо большое за это, что я предоставлю на такую великолепную возможность. И мы сидели в санатории. Санаторий просто незабываемый. Я бы хотел побывать там еще раз, может быть, даже не один раз. Трогательный и теплый праздник отметят в России в это воскресенье – День Матери. Для каждой мамы это особенный день. Важно о нем не забыть, особенно если детей несколько. В Алтайском крае проживает 32 тысячи многодетных семей. В них воспитываются 109 тысяч детей. Пообщаться с одной из многодетных мам Барнаула решила и моя коллега Полина Бурнашова. Она встретилась с Татьяной Емельяновой. Один сыночек и три лапочки дочки. У Емельяновых четверо детей. Татьяна с мужем познакомились 17 лет назад. Уже тогда решили, что детей должно быть много. Женщина всегда мечтала о большой семье. Перед глазами были примеры родственников. Я, в принципе, тоже всегда смотрела с восхищением на большие семьи. У меня у бабушки по папиной линии, по маминой линии, по четверо детей. У моей прабабушки вообще 12 было детей. То есть, как бы, ну, я всегда хотела иметь большую семью. Мне кажется, это очень важно. Самый старший – Арсений. Ему 16 лет. Уже взял на себя долю семейных обязанностей. По выходным проводит время с младшими сестрами – Виталиной, Есенией и Василиной. Учит играть в настольные игры, гуляет, помогает родителям по дому. Старается постоянно создавать маме хорошее настроение. Открытки, подарки, ну, не знаю, поделки какие-нибудь интересные. По типу розочек из бумаги, либо цветочки, конфеты. Что еще? Завтрак готовите и на праздник? Естественно. Кофе по утрам. Восьмая машина – кофе по утрам. Каждый день в семье Емельяновых начинается одинаково. Завтрак, уроки, школа и садик. Вечером девочек отвозят на спортивные и бальные танцы, а сына на курсы IT-программирования. Но больше всего семья любит проводить время вместе. Вместе мы любим стряпать, выпечку, булочки стряпать. У Есенией очень хорошо получается, несмотря на ее возраст. Вот, что мы еще на праздники яйца украсим, например, вместе. К Новому году поделки делаем, игрушки, украшения. Путешествуем всегда мы все вместе. Я, супруг и наши дети. В текущем году у Василины было первое путешествие с нами. Мы побывали в Сочи, в Москве. Как не страшно было? Нет, не страшно. Страшно ехать отдыхать без детей. Не вижу смысла в отдыхе без них. То есть мы это делаем для детей. Я смогу прожить без моря и без гор. Один из главных секретов многодетной мамы – распределить обязанности и следовать режиму дня, уверена Татьяна. А еще старшим не нужно бояться делегировать бытовые дела. С такими правилами семья Емельяновых готова и на пятого ребенка. Любви и сил на это точно хватит. Полина Бурнашова, Сергей Седых. Новости. И о культуре. Живопись, графику, скульптуру и произведения декоративно-прикладного искусства представили на площадке выставочного зала «Музея город». Там открылась экспозиция «СССР в зеркале искусства». Ее посвятили столетию образования Советского Союза. Сейчас в выставочном зале работает моя коллега Юлия Шеламова. Юлия, здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте, коллеги. Монументальная, огромная выставка открылась в выставочном зале «Музея город» в Барнауле. На ней представлены более 300 работ. И вообще масштаб оценить нам поможет председатель Алтайского отделения Союза художников России Дмитрий Петренко. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Добрый день. Сколько же авторов вы здесь собрались? Более 100 авторов выставком отсмотрел. Мы открыли выставку «СССР в зеркале искусства» в Балтайском крае, в городе Барнауле. Этой дате посвящено три больших выставки. Одна прошла в Краеведческом музее, одна идет сейчас в художественный музей из фондов музея. И вот вчера мы открыли выставку на Ленина 111 в выставочном зале «Музея город». Прекрасная выставка «СССР в зеркале искусства». Но не только члены Союза художников могли принять в ней участие, да? Да, в этой выставке принимают как члены Союза художников, так и не члены. Но, помимо всего прочего, мы обратились к родственникам уже художников, ушедших из жизни. Это наши знаменитые члены Союза художников. И для них отведен отдельный мемориальный зал. Я прошла по выставке. Здесь есть работы и в 80-х годах прошлого века, и даже этого, 2022 года. В 80-х это вы взяли не так давно. Там есть и 57-й год, и даже раньше. У нас здесь представлены две работы Соколова, художника, одного из тех, кто организовал Союз в 40-м году. Есть ли возрастные ограничения для просмотра этой выставки? Нет. Нет. Выставка принимает всех. Я думаю, что ноль плюс. Так что приходите и посетите выставку. А как долго мы можем приходить и смотреть, сколько будет выставка работать? Месяц. На этом у меня все. Подробнее о выставке мы расскажем в следующем выпуске новостей. А сейчас я передаю слово в студию. Коллеги? Юлия, спасибо. Ждем вас в редакции с подробностями. В Барнауле сегодня встретили Деда Мороза. Поезд главного волшебника страны впервые прибыл в краевую столицу. На первой платформе железнодорожного вокзала он остановился утром в 9 часов 55 минут. Барнаул стал 55-м городом для новогоднего экспресса. Он стартовал 22 октября из Великого Устюга, малой родины российского Деда Мороза. Всего в планах посетить больше 130 населенных пунктов. В краевой столице стоянка продлилась 6,5 часов. Передать письмо и зарядиться новогодним настроением пришли более 11 тысяч человек. Среди них люди разных возрастов. В составе поезда 19 вагонов. Они украшены гирляндами и праздничными рисунками. Дед Мороз вместе со Снегурочкой приветствовали гостей праздника и пригласили в экспресс. Там дети и взрослые могли посмотреть транспортное средство изнутри и познакомиться со сказочными персонажами. Завтра поезд Деда Мороза сделает остановку еще в одном городе Алтайского края. В 10.37 он прибудет на вокзал в Славгороде. Там встретиться с новогодним волшебником и его командой можно будет до 14 часов 10 минут. А у меня все к этому часу. Хороших выходных и не переключайтесь, оставайтесь с нами.